Четыре красноармейца против фашистских захватчиков. Напряженная битва и победа советских солдат. Историческую реконструкцию эпизода боя 1941 года в селе Иславское представили участники ежегодной военно-патриотической акции «Рассвет победы». Сражение из-за пандемии коронавируса не было таким масштабным, как в прошлые годы. И все же происходящее выглядело очень реалистично. Очень тяжело. Потому что вообще, с чего это все началось, это понять, как себя чувствовали люди в то время. Потому что мы привыкли к современной одежде. И вот эта одежда очень неудобная. Шлем тяжелый, шинель буквально... Вот слышите, по-моему, дыхание, что она пытается меня задушить. Оружие тяжелое, руки моментально начинают замерзать. Поэтому это приближает нас к сознанию того, как люди себя в 1941 году действительно ощущали во время войны. Традиционно «Рассвет победы» становится финалом вахты памяти Одинцовского округа. Цветы от Одинцовских военно-патриотических клубов и поисковых отрядов к памятнику на братской могиле возложили участники спортивно-патриотического клуба «Следопыт». Это дань памяти тем, кто сражался за Москву. Акция «Рассвет победы-2020» проходила в дистанционном формате. Но от этого зрелищность исторической постановки не пострадала. За всем происходящим можно было наблюдать в прямом эфире. А слова поддержки и мнения оставлять в комментариях к трансляции.